на прошлом уроке мы с вами завершили исторический анализ доктрины троицы и увидели как церковь пыталась осмыслить библейские данные и объединить их в одно систематическое учение и разобравшись с библейскими данными и историей теперь мы подошли к философской части и пожалуй философская часть является самой спорной доктрине троицы более того сложность в понимании учения о троице и является главной причиной почему люди отвергают эту библейскую истину люди могут находить отговорки говоря что-то наподобие в библии нет стиха говорящего о троице но это неубедительный аргумент ведь и доктрины никогда не строится на одном стихе любые доктрины будь то искупление или воплощение или спасение это результат осмысления и суммирование всех библейских данных поэтому когда вы начинаете копать глубже то анти тринитарии обычно приходят к одному ответу это учение невозможно понять она противоречит разуму как бог может быть один и три одновременно и все в таком духе именно поэтому наше философское осмысление является очень важным элементом в этом курсе о троице если вы сможете понять рациональность доктрины троицы то большинство возражений отпадут сами собой но прежде чем мы перейдем к ответу на вопрос о рациональности троицы хотелось бы сделать несколько предварительных замечаний во первых возражение против троицы основаны на идее отсутствие единства являются чрезмерным упрощением реальности ведь если задуматься то ничто в этом мире не является абсолютно единым я это одна личность один человек однако я состою из множества органов частей более того внутри меня живет 40 триллионов микроорганизмов каждый из которых осуществляет какие-то задачи однако при всем при этом я остаюсь одним человеком то же самое можно сказать и обо всем что мы видим вокруг мы всегда можем пойти вглубь и увидеть что каждый объект состоит из атомов атомы состоят из электронов протонов и нейтронов и тому подобное прекрасно эту мысль выразил клайв люис в просто христианстве он пишет искать простую религию бессмысленно в конце концов простых вещей нет иногда они выглядят простыми например стол за которым я сижу но спросите ученого из чего этот стол сделан обо всех этих атомах а световых волнах которые ударяют мой глаз воздействие на оптический нерв и на мозг тогда вы увидите что процесс который мы описываем в двух словах видеть стол представляет сплетение таинственных явлений сложных настолько что вы едва ли когда-нибудь сможете проникнуть в них до конца когда ребенок произносит молитву это выглядит очень просто если вас это вполне удовлетворяет и вы готовы поставить на этом точку прекрасно однако если вы не можете на этом остановиться а современный мир обычно ни на чем и ни перед чем не останавливается так легко если вы хотите идти дальше и спрашивайте что же происходит на самом деле приготовьтесь к трудностям если мы ищем чего-то большего чем самое простое глупо жаловаться что большее не просто итак объективная реальность стоит в себе загадки разгадать которые мы не в силах вот одна из причин почему я пришел христианству эту религию вы не могли бы придумать если бы христианство предлагала вам такое объяснение вселенной какого мы и ожидали я бы посчитал что мы сами его изобрели но право же не похоже оно на чье-то изобретение христианству свойственен тот странный изгиб который есть у реальных объективно существующих вещей так что отрешимся от детской философии от этого пристрастия к простым ответом это абсолютно верно лиус также обращает внимание на тот факт что сама идея что бог сделал бы религию простой предполагает что религия это что-то такое что бог изобрел они его откровение нам о совершенно неизменных фактах и о его собственной природе но бог это бесконечное существо а потому простым в понимание его вряд ли можно назвать во вторых наш мир в целом весьма сложен например возьмем квантовую механику состояние частицы зависит от самого акта измерения или наблюдения неизмеряемый или ненаблюдаемый электрон ведет себя как волна поле вероятностей стоит подвергнуть его наблюдению в лаборатории и он схлопывается в частицу твердый объект чего положение можно локализировать но если так сложно творение то с чего мы взяли что бесконечный бог будет прост наоборот если бы мы полностью понимали бога это было бы свидетельством против нашего понимания бога доктрина троицы не является простой однако с чего это вдруг богословие должно быть простым наоборот это аргумент в пользу истинности этого учения поскольку лишь вымысел прост реальность гораздо сложнее чем мы думаем даже сотворенный мир является крайне сложным опять же многие ли из нас могут понять квантовую механику например лауреат нобелевской премии по физике один из создателей квантовой электродинамики ричард фейман как-то сказал думаю я могу с уверенностью сказать что никто не понимает квантовую механику что же тогда говорить о творце всего мироздания однако это не значит что это учение нельзя понять и сегодня пытаюсь его объяснить как и любую науку богословие нужно тщательно на протяжении многих лет изучать когда у нас ломается машина мы идем к автомеханику если же у нас вопросы о богословии мы должны идти к экспертам в этой области к богословам которые на протяжении всей своей жизни пытаются хотя бы немного постичь бога и так теперь мы можем перейти к анализу проблемы троиц является ли эта доктрина логичной и можно ли ее рационально отстоять на поверхностном уровне проблема заключается в том что доктрина троицы являются логически противоречивой ведь доктрина троица гласит что отец это бог сын это бог да вы это бог и все же отец это не сын и не дух святой поэтому если вы говорите что отец тождественен богу и сын тоже детства и богу то по закону тождества следует, что отец тождественен сыну. Однако это неверно. Как же тогда понять, что отец это бог, сын это бог, святой дух это бог, но отец это не сын, а сын это не дух? Ведь есть три разные личности. По сути, проблема заключается в так называемой транзитивности тождества. Если А тождественен Б, а Б тождественен В, то А тождественен В. И все же в данном случае это не так. Итак, давайте я предложу одно из возможных решений. Решение состоит в утверждении, что богом является троица. Троица это бог. Таким образом, говоря о тождестве, то бог является тождественным троица. Так на вопрос, а кто или что есть бог, ответом будет троица. Троица это бог. Триединая сущность и есть бог. Но очевидно, что троица не тождественна отцу и не тождественна сыну, потому что сын это одна личность, а не три. И отец это одна личность, а не три. Таким образом, троица не тождественна отдельным лицам. Троица это вся божественная природа. Бог это трехличностное существо. Вот почему троица не является четвертым богом в дополнении к отцу, сыну, святому духу. Есть только один бог и этот бог троица. На этом этапе сразу же возникает вопрос, ну разве отец, сын и святой дух не являются богом? Разве не об этом говорят христиане? Да, каждая из лиц троицы является богом, но не в смысле тождества. Когда человек говорит, что отец является богом, то речь не идет о тождественности. То же самое с другими лицами троицы. Таким образом, термин является, отец является богом, сын является богом, дух святой является богом. Этот термин несет в себе значение описания природы или характеристики лица. Например, если я скажу, Елизавета является королевой, этим я не утверждаю, что Елизавета тождественно термину королева. Я говорю, что она занимает должность или роль или титул королевы, но ведь возможны и соправители, правящие вместе с ней, верно? Иногда такое случается, может быть, более одного короля или более одной королевы. Поэтому, когда мы говорим, Елизавета является королевой, вы описываете характеристику личности, а не заявляете, что титул королева равнозначен Елизавете. Говоря более строго, вы утверждаете, что Елизавета является царственной персоной. Именно в этом смысле она королева. Итак, когда мы говорим, отец является богом, сын является богом, дух святой является богом, речь идет не об отождествлении, а об описании природы каждого из лиц троицы. Вдумайтесь еще раз в пример с королевой, чтобы понять эту идею. Или подумайте о треугольнике. Если провести аналогию с треугольником, с классическим примером, то треугольник это троица, то есть бог. Каждый же из углов это божественная личность, отец, сын и дух святой. Мы можем, смотря на один угол, сказать, что это треугольник, но тогда мы будем иметь в виду, что этот угол является частью треугольника, а не целым треугольником. Таким же образом, говоря о том, что, например, сын это бог, мы не имеем в виду, что он это вся троица, а лишь то, что он является частью троицы и обладателем божественной природы. Поэтому, когда мы говорим, что отец является богом, то, строго говоря, это означает, что отец божественен, то есть он разделяет все атрибуты божества. То же самое относится к святому духу и сыну. Поэтому речь не идет о трех богах, потому что мы используем термин бог в разных смыслах. Говоря о божестве в целом, бог это троица. Говоря же, что отец является богом, в данном случае мы имеем в виду, что отец разделяет все атрибуты божества, то есть он божественен. Итак, все это показывает, что доктрина троицы вовсе не противоречит логике и не нарушает ни одного из ее законов при правильном изложении. Однако все еще остается вопрос, как три различные личности могут быть одним существом? Возможно ли это представить? Очень важно отметить, что у нас нет никаких оснований полагать, что у доктрины троицы должны быть какие-то точные аналогии в сотворенном мире. Ведь бог трансцендентен, он превосходит наш мир и наше понимание. Как верно отмечали некоторые мыслители, если бы мы жили в двухмерном пространстве, то мы бы не могли себе представить объемные фигуры. Однако из этого не следует, что объемных фигур не существует. Давайте снова дадим слово Клайву Льюису. Вы знаете, что в пространстве вы можете двигаться в трех направлениях. Налево или направо, назад или вперед, вниз или вверх. Любое направление представляет из себя либо одно из этих трех, либо какую-то их комбинацию. Мы называем это тремя измерениями. А теперь напрягите внимание. Пользуясь лишь одним измерением, вы можете начертить только прямую линию. Пользуясь двумя, вы можете начертить фигуру, например, квадрат. Квадрат состоит из четырех прямых линий. Давайте сделаем еще один шаг вперед. Если в нашем распоряжении три измерения, вы можете построить объемную фигуру, например, куб, похожий на игральную кость или на кусочек сахара. Куб составлен из шести квадратов. Замечаете, в чем тут дело? Мир, в котором только одно измерение будет представлять из себя прямую линию. В мире с двумя измерениями мы все еще видим прямые линии, но несколько прямых линий создают фигуру. В трехмерном мире существуют плоские фигуры, но составленные вместе они образуют объемное тело. Иными словами, продвигаясь по направлению к более сложным уровням, вы не отбрасываете того, чем располагали на уровнях более простых. Вы сохраняете их, группируя, однако, по-новому в такие формы, которых вы не смогли бы придумать, если бы вам были известны только простейшие уровни. Христианская теория о Боге строится по этому же принципу. Человеческий уровень – это простой и относительно пустой уровень. На нем одна личность, одно существо, а две личности будут двумя существами. Точно так же при двух измерениях, к примеру, на листе бумаги, один квадрат будет представлять из себя одну фигуру, два квадрата будут двумя фигурами. На божественном уровне вы все еще в мире личностей, но эти личности связаны там иначе, совсем другим способом. Мы, никогда не жившие на том уровне, не можем вообразить себе, каким именно образом они связаны между собой. В Божьем измерении вы, так сказать, находите существо, состоящее из трех лиц, но остающееся в то же время одним существом. Ведь остается же куб, содержащий шесть квадратов, одним кубом. Полностью постичь такое существо мы, конечно, не в состоянии. Но и куба мы не сумели бы себе ясно представить, если бы могли оперировать лишь двумя измерениями в пространстве. Однако смутное представление об этом нам доступно. И когда оно приходит к нам, мы впервые начинаем постигать, пусть не ясно, какую-то позитивную идею о сверхличности, о том, кто больше, чем личность. Это что-то такое, до чего сами мы никогда бы не сумели додуматься. И тем не менее, однажды услышав об этом, мы почти чувствуем, что должны были и сами об этом догадаться, потому что эта идея безукоризненно согласуется со всем тем, что мы уже знаем. Вы можете задать вопрос, если мы не можем вообразить себе существо, вмещающее в себя три личности, то какой смысл говорить о нем? Что ж, пожалуй, нет никакого. Однако смысл в нашем фактическом вовлечении в жизнь этого три единого существа, которая может начаться в любое время, сегодня вечером, если хотите. Но думаю, мы могли бы начать отвечать на этот вопрос, используя некую общую аналогию. Аналогии полезны в качестве трамплина для философских размышлений и более точных формулировок. Итак, рассмотрим такую аналогию. В греко-римской мифологии одной из задач Геракла было усмирение свирепого трехголового пса по имени Цербер, охранявшего ворота Аида. Мы можем предположить, что Цербер, имея три головы, должен был обладать тремя мозгами и, следовательно, тремя различными центрами сознания. Каждый из этих центров испытывал то, что испытывает каждая собака. Поэтому Цербер, хотя и является единым и разумным существом, не обладает единым сознанием. Нет, у него три сознания. Он одно существо, но с тремя центрами сознания. Мы даже могли бы дать имена каждому из трех сознаний. Эти три центра сознания, если задуматься, даже могли бы вступать в конфликт друг с другом. Тем не менее, чтобы Цербер был жизнеспособен, как биологический организм, не говоря уже о том, чтобы эффективно функционировать в качестве сторожевого пса, между этими тремя сознаниями должна быть значительная степень сотрудничества. Несмотря на это разнообразие трех психических состояний, Цербер представляется единой собакой. Он единый биологический организм, являющийся примером собачьей природы. Каждое из сознаний является собакой, хотя это и не три собаки, ведь эти сознания являются частями или аспектами одного трехголового пса Цербера. Так что, если бы Геракл попытался войти в Аид, и одна из собак рычала на него или укусила его за ногу, Геракл вполне мог бы сказать, что Цербер рычал на меня, или Цербер напал на меня. Это очень простая аналогия, которая показывает, что существование одного существа с тремя личностями возможно. Обратите внимание, что это не сравнение Бога с этим существом. Аналогия лишь показывает, что существование три единого существа логически возможно. Стоит отметить, что отцы церкви не были сторонниками таких аналогий, как Цербер. Но я думаю, что если отказаться от доктрины божественной простоты, которая гласит, что у Бога нет аспектов или различий в его существе, то Цербер, как мне кажется, действительно является тем, что Святой Августин называл образом Троицы среди творений. Это не точная аналогия, но это своего рода теневой образ того, чем является Троица среди существ. В этой аналогии есть один биологический организм, одна собака, у которого три центра сознания. Мы могли бы расширить аналогию с Цербером, представив, что Цербер не просто разумен, но и обладает самосознанием. В таком случае Цербер будет трехличностным существом. Если бы у нас спросили, что же делает Цербера единым существом, несмотря на его три разума, я думаю, мы могли бы ответить, что их объединяет одно физическое тело. Именно потому, что он является единым биологическим организмом, мы бы могли сказать, что Цербер это одно существо, несмотря на то, что у него три самосознания. Три личности. Но подумайте вот о чем. Предположим, Цербер будет убит, а его три сознания переживут смерть тела. Предположим, они бессмертны и живут после смерти его тела. В каком смысле тогда они будут одним существом? Чем эти три личности будут по своей сути отличаться от трех совершенно одинаковых сознаний, которые всегда были бестелесными? Если он является единым существом только потому, что воплощен в этом собачьем организме, то если три сознания переживут смерть тела, чем они будут отличаться от трех отдельных сознаний, которые просто всегда существовали без тела? Что делает их единым существом, а не тремя отдельными существами? А в случае строится, и поскольку божественные личности, по крайней мере, до воплощения не воплощены, мы можем задаться вопросом, почему мы говорим об одном существе, а не о трех отдельных существах? Это сложный вопрос, но возможно мы сможем найти ответ, поразмыслив над природой души. Душа это нематериальная субстанция, и некоторые философы полагают, что души есть как у животных, так и у людей. Согласно этой точке зрения, душа представляет собой широкий спектр различных способностей и свойств. Например, души высших животных, таких как шимпанзе и дельфины, более богаты, чем души низших животных, таких как черепахи и игуаны. Человеческую душу делает личностью то, что она наделена рациональными способностями интеллекта и воли, которые позволяют ей быть самосознающей себя, способной к самоопределению. Если задуматься, то Бог очень похож на бестелесную душу. Фактически, как ментальная сущность, Бог просто является душой некоего рода. Обычно мы приравниваем разумную душу к одной личности, но это лишь потому, что человеческие души, с которыми мы знакомы, являются отдельными личностями. В нашем опыте все разумные души, с которыми мы знакомы, являются индивидуальными личностями. Но как таковая причина, по которой человеческие души являются индивидуальными личностями, заключается в том, что каждая душа наделена одним набором рациональных способностей, достаточно для того, чтобы быть личностью. Но предположим, что Бог это душа, наделенная тремя полными наборами рациональных способностей, каждый из которых достаточен для того, чтобы быть личностью. В таком случае, Бог, хотя и является одной душой, не был бы одной личностью, а был бы тремя личностями, поскольку у Бога было бы три центра самосознания, интенциональности и воли. Бог явно не был бы тремя отдельными душами, поскольку все эти ментальные способности относятся к одной душе. Таким образом, Бог — это одна душа, которая по своей природе трехличностна. Подобно тому, как наши индивидуальные души составляют одну личность, поскольку они наделены лишь одним набором рациональных способностей, достаточных для становления личности, мы можем мыслить о Боге как о душе, которая наделена тремя наборами рациональных способностей, каждый из которых достаточен для становления личности. Такая возможная модель Троицы ясно объясняет суть классической формулы. Бог — это одно существо, но три личности. На этом мы сегодня остановимся, а в следующий раз мы попытаемся философски осмыслить различное понимание ролей в Троице и прийти к определенным выводам по этой теме. Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Если вы хотите видеть больше подобных материалов, больше подобных обучающих видео, то вы можете стать нашими патронами на Патреоне, что открывает доступ к интересным бонусам, и также тем самым вы можете нашему служению развиваться и существовать и дальше. Пусть Бог вас благословит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова